Пока одни только просыпаются и заваривают кофе, другие уже в самом разгаре трудового дня. Работа в службе моторизованной доставки почты кипит с шести утра. Сначала сотрудники получают заказные письма, посылки, отправления и печатные СМИ. А это порядка тысячи газет и журналов. Дальше приступают к сортировке по десяти доставочным участкам. Я постоянно слышу слова благодарности в адрес моих почтальонов, что они в любую погоду доходят до каждого клиента и оказывают услуги рубил почту. Перед выездом начальник службы подводит итоги предыдущего дня и ставит задачи на грядущие. Работа с людьми, где каждому необходимо особое внимание, ответственное и непростое дело. Дальше восемь почтальонов отправляются на свой маршрут. Впереди 1240 километров. Каждый день добираются в самые отдаленные места Бобруйского района. Это 171 населенный пункт. Елена Гурская знает Сычково каждый поворот. Уже семь лет деревня – часть ее ежедневного маршрута. Первым делом сотрудник заглядывает в сельсовет, доставляет простые и заказные письма, газеты и журналы. Незаменимый суперпомощник – мобильный почтальон. Благодаря гаджету клиенты могут прямо на месте расплатиться как наличными, так и картой. От подписки до оплаты коммунальных услуг. Раньше работники брали с собой квитанции, каталоги, ведомости и все заполняли вручную. Пользуемся услугами постоянно. Мы делаем подписку газет. Вот уже который год мы у Лены заказываем новогодние подарки для внуков. Мне это очень удобно и очень нравится. И мы благодарны Лене, что она нас выручает. Любители онлайн-маркетов через официальный сайт могут заказать практически все – от книг до мебели. И совершенно не нужно думать о доставке. Покупку привозят прямо к дому. Есть возможность попасть на хорошие скидки, а в удобном интерфейсе разберется даже ребенок. Цена соответствует качеству. Товары белорусских производителей. Им можно заказать все. Мне вот последний раз Лена привозила качелю. Мы объехали все магазины, такие цены, а внучке хотелось на каникулы купить качелю. Посмотрела в интернет-магазине, акция, скидка, заказала. Приобрести у сотрудника можно и продукты – конфеты, печенье, консервы, кофе, сахар. Доставка товаров особенно популярна у пенсионеров в зимнее время. Это позволяет сократить походы в магазин до минимума. О качестве и сроке годности точно можно не переживать. Пришла я на почту случайно, никогда не думала, что буду почтальоном. Ну так вот выбирала работу и думаю, может загляну на почту. А вдруг для меня вакансия есть. В зоне обслуживания у нас 1000 человек, 176 пенсионеров у нас получают пенсию. Служба, которая работает по всей стране, зародилась именно в Бобруйске. Произошло это еще 1 января 2015-го. Сейчас свыше 7 тысяч жителей каждый день ждут почтальонов, которые в любую погоду берутся за работу и приносят долгожданные весточки. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.